Мама у Иришки умерла в июне и осталась готовить в квартире, а Иришка, Татьяна, ее муж и внучка поехали на похороны. После того, как Иришка осталась одна, она осталась жить одна в этой квартире, а дочь так и жила в квартире бабушки все это время. И после смерти бабушки семья дочери осталась жить в квартире бабушки, чтобы не трогать маму. Потому что, когда жили все вместе, Иришка человек, конечно, больной, а семья молодая, бегает ребенок, приходят гости к молодой семье. Иришке надо было отдыхать. В общем, короче, все как-то так сложилось, что дочь осталась жить там, им там было свободнее и лучше, а Иришка осталась жить в своей двухкомнатной квартире. Дочь часто приезжала к маме, часто, постоянно, помогала, убирала, общались, готовила, привозила внучку. Иришка любила общаться с внучкой. Мы с Аллочкой выбирали отель. Мы выбрали отель, который назывался Талей-Бич. Он находился на островной части Греции. Алла говорит, ну, мам, ну что там на материковой части, давай на островную, будет интересно. А мне? Мне было абсолютно все равно. Материковая часть Греции, островная часть Греции, мне было абсолютно все равно. Как в кино. Нигде не была, ничего не видела. Единственное, что волнение меня охватило, как только мы начали с ней выбирать отель. У меня глаза разбегались. Такой красоты я не видела никогда и нигде. Такие красивые фотографии отелей. Отели были разные. Но мы выбрали маленький отель на берегу. Отель для семейного отдыха. Там были двухэтажные корпуса. И нам понравился один корпус. Он находился недалеко от моря. И рядом с корпусом был бассейн. Все понравилось на территории. Аллочка заказала путевки. Я еще очень переживала, как я буду лететь. Я в своей жизни до этого только один раз летала на самолете. Всего лишь. На Ил-86. Тогда считался Ил-86 огромным самолетом. Огромным. Но как я сейчас полечу, я боюсь. Я очень боялась. Я взяла ноутбук, поехала к Иришке. И мы с ней разглядывали фотографии отелей. Иришка смотрела, улыбалась и говорила. Я тоже бы с удовольствием поехала. Я так хочу. Но, к сожалению, мне нельзя. И вот наступило время, когда мы, собрав чемоданы, отправились в аэропорт. Это, конечно, было что-то. Вот знаете, что такое северо-восток Москвы? Самолет вылетал из Домодедова. Самолет вылетал у нас ночью, часа в два или в три. И вот за два часа мы должны были добраться в аэропорт. Подъехало такси. Мы погрузили свои вещи. И таксист буквально понесся по ночной Москве. Я сейчас назову станции метро. И вы сразу поймете, что мы доехали очень быстро. Мы сели на такси у станции метро Медведково в Москве. И через 35 минут мы уже были в аэропорту Домодедова. Представляете, как мы ехали? Мы буквально вцепились ногтями в сиденья такси. И только искосо поглядывали друг на друга. Таксист летел, как в знаменитом фильме такси. Когда мы вышли из машины, мы даже слегка покачивались. Таксист говорит, не в обиде, а то у меня смена заканчивалась. Мы с Аллой захохотали, взяли свои чемоданы и отправились в сторону аэропорта. Прошли регистрацию. Вот этот запах аэропорта, его ни с чем нельзя спутать. Его ни с чем нельзя сравнить. Это запах отдыха, запах поездки, запах новых впечатлений, запах волнения людей. Для меня это был запах чего-то нового, неведанного, ни разу в жизни не испытанного. Хотя и летала я один раз на самолете, но это было так давно. Сейчас, сейчас все было по-другому. Не могу вспомнить, как летели, но помню, что боялись. Но я помню, как мы приземлились. Мягко, и все аплодировали. И я тоже хлопала в ладоши. И мне так понравилось, что все хлопают своими аплодисментами, благодарят пилота за удачную посадку и за прекрасный комфортный полет. Мы вышли в аэропорту Греции. Я оглядывалась по сторонам. Для меня все было необыкновенным, новым, непонятным. Но в чемодане я везла те духи, которые я выбрала для Иришки. Мы вышли из аэропорта. Нас ждал автобус. Мы погрузились в автобус. И отправились в отель. Отель Таллея Бич находится далеко от аэропорта. Мы ехали очень долго, завозя туристов то в один отель, то в другой отель. И везде были крутые спуски и крутые подъемы. Мы с Аллочкой сидели на переднем сидении, и нам было жутко. Нам было очень страшно. Автобус то высоко поднимал нос, то глубоко зарывался носом, спускаясь вниз, в расщелины, в низины, где располагались отели пассажиров, которых довозили до этих отелей. И вот, наконец, наш отель. Солнце нещадно палит, жуткая жара. Мы пришли на ресепшн, нам выдали ключи, и мы пошли искать свой номер. Маленький, повторюсь, семейный отель, красивый, зеленый. Фотки? Фотки я вам покажу. И фотки с нашего отдыха, их мало, но я тоже покажу. Наш номер располагался на первом этаже в конце коридора. Небольшая комната. Входишь, с левой стороны душевая и туалет. Проходишь немножко правее, и там комната. В комнате две кровати. Никакого шика, как в Египте. Скромные номера. Но одно мне в этом номере очень понравилось. Это дверь, которая вела на балкон, как мне казалось на балкон. Но этот балкон, так как номер был на первом этаже, располагался тоже на первом этаже. И было просто ограждение. Можно было перешагнуть через это ограждение, пройти небольшой газон. И вот он. Бассейн. С теплой водой. У бассейна стоят шезлонги. Загорают люди. И я слышала иностранную речь. Люди отдыхали так же, как и мы. Но какой-то жуткий комплекс неполноценности у меня тогда присутствовал. Мне было страшно. Мне было непонятно. Мне было удивительно и дико находиться в чужой стране. Знаете, непривычно, что ли. Я всего боялась. Я боялась встретить людей из других стран, которые шли навстречу. Это может сейчас показаться чудным, потому что мы летаем тогда, когда хотим, и туда, куда хотим. А тогда для меня это было просто открытие мира. У моря кафе, песок, волны, набегающие на песок. И я шлепала ногами по этим пенистым волнам и испытывала смятение чувств. Я и радовалась, и я не верила тому, что я за границей. Вот, культ за границей, культ за границей. Нет никакого культа за границей. Просто мы, рожденные в СССР, были, наверное, шокированы первый раз, пребывая за границей. Я говорю только про себя. Это только мои чувства. Солнце, горы, пляж. Мы не встретили в этом отеле ни одного русского туриста. Мы ни разу не услышали русскую речь. И вечерами, сидя на нашем маленьком балкончике с бокалами, в которых было налито ксю-ксю, кто помнит такое вино, клубничное, ксю-ксю, смотрели, как туристы вечером прогуливались вокруг бассейна. На территории отеля не было ни горок, никакой анимации. Вечером не было ни шуток, ни смеха, ни музыки. Ничего этого не было. А рано утром мы спешили в столовую, в кафе, где нас кормили завтраком. Завтрак был не такой, как в Турции, совсем. Выбор был совершенно небольшой, но ты голодным никогда не останешься. Это был небольшой зал, скромно оформленный. Все сидели спокойно, мирно кушали. Никто не кричал, никто не носился, никто не бегал. Это был семейный отель. Мы просто отдыхали. Конечно, мы купили несколько экскурсий. Мы купили экскурсию в Кносский дворец. И мы купили эту экскурсию в самую жару. Как же там было жарко. Через полтора часа мы настолько с Аллочкой устали, что нам уже было неинтересно. Мы уже не хотели ни слушать экскурсовода, ни ходить по этой жаре. И мы увидели тенистую аллею среди развалин. Тем более там особо нечего было смотреть. Конечно, многие из вас удивятся, как это нечего смотреть. Но там, там, там нечего было смотреть действительно. Там развалины, которые уже давным-давно развалились. И вот это жуткое, палящее солнце, оно просто обжигало. Было нечем дышать. Мы были, как рыбы, выброшенные на берег. И вот нашли мы тенистую аллею и стали прогуливаться по этой тенистой аллее. Вот только здесь можно было вздохнуть полной грудью. Мне стыдно было Аллочке сознаться, что я не хочу смотреть никакие достопримечательности Кносского дворца. Меня радовали только те объекты, куда можно было зайти. И там была спасительная прохлада. Вот там, там было интересно. Там были всевозможные амфоры, горшки, фрагменты, которые еще совсем не рассыпались от непогоды. Вот там мы задерживались подольше. А так, в общем, особого впечатления Кносский дворец, развалины Кносского дворца на меня не произвели впечатления. И тогда, приехав в город, мы зашли с Аллочкой в кафе. И вот там я попробовала первый раз в жизни пиццу. Нам принесли пиццу на большой сковороде. Сковорода была такая огромная, что я не представляла, как мы сможем съесть всю эту пиццу. Вот тогда я первый раз в жизни попробовала пиццу. Она произвела на меня действительно впечатление. Простите, что я сравниваю, ну не сравниваю, а одно событие идет за другим, Кносский дворец и пицца. Это не потому, что я люблю поесть. Мы сидели в тенистом кафе и первый раз, пробуя пиццу, я Аля сказала, это очень вкусно. Никогда такого не ела, это очень-очень вкусно. Экскурсия по городу была самостоятельная. Мы ходили, все смотрели, разглядывали, заглядывали в тенистые уголки. И греки сидели у своих домов, попивали чай и мирно беседовали с соседями. Вот это, конечно, поразило. Это очень поразило. Они никуда не спешили, они никуда не торопились, они просто общались. Автобус вернул нас в отель, уже наступал вечер, и уже прошло два дня, как мы пребывали в Греции, как мы отдыхали. Алла говорит, мам, пойдем позвоним? Пойдем. Из отеля позвонить было нельзя, потому что интернет был очень плохой. Мы перешли дорогу, и напротив нашего отеля был небольшой магазинчик. И с левой стороны к магазинчику прилепилось интернет-кафе. Мы зашли туда, и добродушный, моложавый, я думаю, что 45-летний грек, разговаривая с Аллой на английском языке, предложил нам кофе. Мы заказали минуты разговора и сели в ожидание. Алла позвонила Дмитрию, все дома было нормально, я позвонила маме, тоже все нормально, Борису, все хорошо. Алла, а можно я позвоню Иришке? Ну да, конечно же позвони, ну что ты. Я позвонила Иришке, и на том конце провода я услышала, Любаш, Любаш, ну как тебе, ну как тебе? Я рассказывала Иришке с упоением, как здесь, какое море, какое оно прозрачное, какое теплое и ласковое. Ирочка, а как ты, моя дорогая, как ты там? У меня все хорошо, не волнуйся, ты отдыхай. Весь свой отдых, по-моему, мы там были всего 8 дней, я каждый день ходила, звонила Иришке. И однажды на мой вопрос, как ты там? Иришка вдруг ответила, «Любаша, я, наверное, не дождусь тебя». Ребята, я так перепугалась, когда я это услышала. Как не дождешься, Ирочка, ведь все нормально было, когда я уезжала. Любаш, я не знаю, мне что-то очень плохо. После этого сообщения отдыхать мне как-то совсем расхотелось. Но на следующий день у нас была экскурсия в город Ретимно. Это была вечерняя экскурсия. Мы на автобусе приехали уже поздно-поздно вечером. Первое, что сделали, нас усадили в кафе на набережной, и я увидела огромный корабль с алыми парусами. Мы сидели, ужинали, пили вино, а я не могла глаз оторвать от этого корабля. Потом мы ходили по узким улочкам, города Ретимно. Смотрели на поделки и на товары в ловчонках. Зашли в пекарню, и в этой пекарне пекарь показал, как он делает тесто для сладостей. Вот из такого маленького комочка теста у него получилось огромное полотно теста, как парус. тонкое-тонкое, воздушное-воздушное. Потом нас угостили сладостями из этого же теста. А потом мы вернулись обратно в отель. Еще через день мы поехали отдыхать в аквапарк Аватер Сити. Я первый раз побывала в аквапарке. Первый раз в своей жизни. Таких гор, как там, я больше не встречала нигде. Где надо, они были крутые, где надо, они были страшные. И можно было на другом аттракционе, например, отдохнуть, плавая на больших кругах. На этих больших кругах летя с горки, а в конце горки в свободном падении, потом ты плывешь на этом круге и натыкаешься на людей из разных стран. С этим кругом, на этом кругу я врезалась в семью немцев. Они мне что-то сказали, я им что-то ответила. Ну, все-таки в школе я учила немецкий язык, но тут я запомнила одно слово. Sorry, sorry, sorry. Как же было здорово, как было весело. Мы сделали там пару фотографий и потом вернулись в отель. На следующий день у Аллочки страшно заболело горло. и у нее, по-моему, даже поднялась температура. И я, не зная языка, побежала в кафе, где мы завтракали и, по-моему, ужинали. У нас был завтрак и ужин, потому что кафе закрывалось. Оно открывалось только на завтрак и только на ужин, а в течение дня было закрыто. Я постучалась в дверь, и мне открыли, и я начала объяснять. Майн герл, горло, горло, говорила я, майн герл, горло, хот-вотер, хот-вотер, говорила я. Я говорила эти слова, которым научила меня Алла. Мне дали горячей воды, но перед этим пригласили гида, который перевел, что я хочу получить в кафе. Получив воду горячую, я отнесла ее Алле и побежала в аптеку. Аптека в Греции называется Фармаси. Тоже, не зная языка, объяснила на пальцах, что мне нужно было. Мне продали лекарства от горла, и я вернулась в отель. Аллочка пролечилась весь следующий день. Я ходила, гуляла на море, купалась, отдыхала. В скором времени наша поездка закончилась. Сказать, что я расслабилась в этой поездке и отдохнула, я не могу. Я все равно была в напряжении, мне почему-то было страшно. Я не могла расслабиться, я все время чувствовала, что я в чужой стране. Я видела, что дочь это очень сильно расстраивает, но я ничто не могла с собой сделать. Вообще, я ничего не могла с собой сделать. Вот такое состояние у меня было. Так нас воспитывали в СССР, что даже уже став взрослой, я чувствовала себя неуютно в чужой стране. Мы прилетели обратно в Москву, и я отправилась к Иришке с коробочкой духов. разные-разные-разные духи одной фирмы там лежали. И я купила, действительно купила в Дьюти Фри, в магазине, те духи, которые Иришка меня просила. Как только наступили выходные, я тут же поехала к Иришке. Я привезла ей духи, я говорю, ну как, нравится? Мы сидели на кухне, она держала открытый флакончик перед носом и вдыхала аромат, закрывая глаза. Да, это то, что я хотела. Это именно то, Любаня, что я хотела. Когда я поднималась на лифте в Иришкином доме, чтобы позвонить в ее квартиру, я волновалась. Какое-то жуткое волнение меня охватило, потому что я не знала, что я увижу. Я позвонила в дверь, что я увижу. Не что я увижу, а кого и в каком состоянии я увижу, потому что я звонила Иришке каждый день, и каждый день ее голос мне казался очень грустным. У нас не было совсем маленькое количество времени, всего лишь то ли 8, то ли 12 дней. Сейчас уже не скажу, просто не вспомню. И когда я позвонила в дверь, и дверь открылась, и я не узнала Ирина. Она была сильно похудевшая, прошло каких-то 12 дней, и с пышной женщиной за какие-то 12 дней она превратилась в стройную женщину. Я ее даже не узнала. Когда она открыла дверь, первое, что я увидела, это огромные глаза на ее лице, и они были очень грустные. Но Иришка улыбалась. Она пригласила меня на кухню, я вручила ей духи, мы сели пить чай, и она мне сказала, Люба, я сильно изменилась. вручила.